давайте рассмотрим с вами такой популярный вопрос что лучше новый китаец или старый японец иногда я спрашиваю у людей которые купили новый китайский автомобиль у которых был раньше японский автомобиль nissan или toyota ну и что лучше как что конечно китайский лучше он же новый все логика простая раз новый значит лучше но это не факт давайте попробуем разобраться на примере двух автомобилей toyota corolla и lifan solano toyota corolla в 120 кузове выпуска 2005 года стоимость toyota corolla 5 года выпуска на вторичном рынке от 400 тысяч рублей собственно новый lifan solano стоит где-то 550 но здесь имейте ввиду что я также беру для сравнения toyota именно либо японской либо корейской сборки с левым рулем потому что мое мнение такое что российская сборка может испортить любой автомобиль но опять же lifan solano собирается в россии так что ладно давайте не будем рассуждать об абстрактных понятиях внешний вид corolla и solano для начала рассмотрим внешний вид обоих автомобилей сравниваем новый solano и toyota corolla по сути внешне наши конкурсанты оба выглядят неплохо ну solano и corolla это вообще клоны они похожи абсолютно друг на дружку да что solano это почти клон королы будем считать что внешний вид у этих автомобилей и у королы и у solano на твердую пятерочку теперь рассмотрим салон lifan solano и коровы здесь также просматривается сходство и solano и коровы то есть салоны у них тоже похоже то есть даже расположение магнитолы одинаковая немножечко там различные регуляторы чуть другой руль дано сала на какие-то вставочки сделаны под деревом непонятно зачем на тойоте 2 электростеклоподъемника на салона все четыре стеклоподъемника также и там и там есть кондиционер но у солана есть небольшое но трубка кондиционера на lifan solano ломается чуть ли не на каждом третьем автомобиле я думаю toyota corolla с 2005 года до сих пор ходит с родной трубкой на некоторых королах также имеется еще и климат-контроль на lifan solano климат-контроля нет зеркала с подогревом опять же на обоих автомобилях lifan solano на в данной комплектации еще имеет и мультируль но с мультирулем машина в среднем стоит на 30 50 тысяч дороже две подушки безопасности также в обоих автомобилях что в lifan solano что у тойот коровы имеются подушки безопасности и они срабатывают поверьте в нужный момент минус солана в том что регулировка руля по высоте у него только для галочки то есть реально руль движется всего лишь на два три сантиметра вверх вниз у toyota руль во первых движется не только вверх вниз но еще и вылетает на себя от себя опять же обоих автомобилей есть подогрев сиденья но на солана эти подогревы перегорают как лепешки на сковородке на каждом втором автомобиле на toyota таких проблем нет теперь рассмотрим некоторые технические данные дисковые тормоза на всех колесах у обоих автомобилей опять же abs присутствует тоже на обоих авто колеса 15 дюймовые причем на lifan solano даже в комплектации комфорт идет летел теперь внимание основное отличие этих автомобилей это двигатель на обоих автомобилях стоит двигатель рабочим объемом 1 и 6 но на солана 2013 года выпуска стоит аналог тойотовского мотора 4а fe который выпускался на тойоте еще в далеких 80-х годах на короле же 2005 года стоит мотор 3zz fe начала производства которого было положено в 2000 году мотор королы имеет регулировку фаз газораспределения vvti то есть на более старом автомобиле корола стоит более современный и более экономичный мотор да сейчас есть король по моему с 15 года пошли королы на которых устанавливается тот же самый только не 3zz а 1zz fe аналог вернее мотор 1zz fe с алюминиевым блоком цилиндров и там есть уже регулировка фаз газораспределения cvvti она называется у китайцев узы это также есть свои болячки 3zz он тоже имеет алюминиевый блок цилиндров то есть по сути как говорят одноразовый привод грм на короле цепной на солана ремень мотор 3zz тойотовский начинает есть масло довольно таки рано из-за того что у него залегают кольца но он расходит очень мало бензина расход по трассе примерно 5-6 литров на сотню включенным кондиционером достигает 7 литров по городу 7-8 литров плюс высокие скорости корола держит дорогу отлично мы разгонялись на короле до 180 км в час и никаких страхов ну только что ощущение как будто вы играете находитесь в игре не for speed все пролетает мимо ничего не успеваешь разглядеть солана же после 150 начинает рыскать по дороге теряется уверенность и собственно говоря становится страшно на этом пока все напомню что это мое личное субъективное мнение что лучше взять все-таки старого японца чем нового китайца но только японца также нужно выбирать потому что вы можете легко нарваться либо набиты либо ушатанный автомобиль но опять же солана начнет вас ушатывать различными своими мелкими косичками с самого начала после того как только вы его купите то есть основные болячки на солана это еще и облизание ручек обладят внутренние ручки в автомобиле то есть них обладит хром и этим хромом облежим иногда можно порезать пальчик так что я так думаю что купить новый китайский автомобиль ездить на нем без проблем у вас вряд ли получится но и в корову также вы будете доливать масло а движок на ней собственно говоря ремонту не подлежит но хотя и ремонтировать его придется не так часто сейчас слова на поставляется уже двигателем 1 и 8 литров как я уже говорил аналог один за это все что ставит ее немного ближе к старенькой тойоте короле